И все-таки понять, как можно противостоять, Леонид. Вот вы сказали о том, что обязательно нужно общаться, конечно же, нужно понять все-таки, что с человеком происходит. Может быть, действительно просто устал, может быть, какой-то период в жизни человека, а мы начинаем сразу ему диагнозы. Но как может христианин все-таки вот такому воздействию негативному в своей жизни противостоять? Теперь лайфхаки от вас, какие-то практические. Как можно вот с этому противоборствовать? Супер. Я думаю, что сегодня, в наше время, очень важно работать с личностью. По сути, демоны в большей степени имеют влияние на людей со слабой личностью. То есть человек, который обладает слабой силой воли, очень ранимый, очень обиженный и так далее. И я бы акцентировал внимание даже не на том, чтобы изгонять бесов с человека, а больше воспитывать духовно. А может ли христианин приказать бесам, приказать им, чтобы они ушли? Обязательно. Это и в этом и суть, чтобы, по сути, получается, если ты, например, бомжа кормишь, как бы, да, но только лишь кормишь, да, ты не даешь ему возможности освободиться. Но если ты возьмешь попечительство над ним и поможешь ему самостоятельно отвечать за свою жизнь и брать ответственность, тогда, соответственно, в этом и будет самая сильная помощь. Да, и такая ситуация и с человеком, да, если мы просто изгоняем беса, то человек не способен сам контролировать и оберегать свой дух, душу, да, как бы, то это бессмысленно. Но если мы можем работать над личностью, чтобы эта личность была зрелой духовно, которая могла противостоять обману, лжи, обиде, ненависти, обольщению и так далее, это самый реальный способ для того, чтобы человек мог не подвергаться влиянию и побеждать. Виктория, как можно противостоять также вашей? Вот вы, кстати, подводите действительно к практическим шагам. Я хочу еще раз обратить внимание всех детей Божьих на чудесное Евангелие от апостола Иоанна по повествованию. И буквально в первой главе Иоанн говорит о том, что буквально 12 стих, значит, о Слове Божьем, которое пришло в мир, которое дало жизнь всему живому, который есть свет, и там говорится, он пришел к своим, и свои его не приняли. Имеется в виду, израильский народ в основной своей массе не узнал его, но многие узнали, но их было меньше все-таки, чем весь народ Израиля. Поэтому сказано, пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Когда мы принимаем Иисуса Христа, я просто приглашаю сейчас и напоминаю Духом Святым тоже каждому, кто верит, что Бог — вся полнота истины, любви, о чем говорит нам следующий стих. «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Когда вы принимаете Бога, вы принимаете вместе со словами исповедания, приглашение Его, вы принимаете Его Духа, который пронизывает также все творение, Он рядом с вами, носится и ждет вашего приглашения. Просто пригласите Его, скажите, «Господь, я хочу узнать Тебя, я хочу, чтобы вся моя жизнь была преобразована Тобою, я раскаиваюсь в том, что я делал неправильно, не зная Тебя, не зная и не почитая Твое Слово, я хочу познать Его, откройся мне, я склоняюсь пред Тобой, открываю всю душу, всю жизнь, все сердце. Войди, я хочу, как Иисус, быть наполненным благодатью и истиной, я хочу, чтобы слава единородного от Отца Христа жила и во мне». И Бог говорит, вот как только вы это принимаете, как только вы это говорите, это очень легко. К вам происходит незаметное чудо рождения, вы рождаетесь свыше, и дальше вы будете подниматься из большего познания к большему познанию, потому что мы не можем познать всей полноты. Библия очень часто говорит, что наши души окаменены, наш разум не обновлен, ученики, видя чудеса, как Иисус шёл по воде, Иисус приумножал хлеба, рыбы, исцелял прокажённых, что было невозможно. И тем не менее они каждый раз как будто заново уверовали, как будто заново открылись их глаза, как будто заново увидели, что это не дело человека, это сверхъестественная сила. Бог не осуждал их за это, потому что мы растём в понимании, наши души обновляются в понимании, и мы утверждаемся в Боге. То, что пастор Леонид говорит о том, что задача, когда мы защищаемся от демонического мира, это познавать истину, познавать Божий Дух, который не просто правда, он мудрость и любовь. И вот это вот единый Дух, и мудрость, и любовь, и истина, правда, это Он, который наполняет вас счастьем, это реальность абсолютная, Его жизнь, Его водительство, и Его присутствие в вашей жизни. И Писание говорит, что вы, познавая Его волю, познавая Священное Писание, ещё раз Новый Завет, послание от Иоанна, послание апостола Павла, великих апостолов, пожалуйста, читайте, потому что Дух Святой будет вас научать. Вы родились свыше, и пусть этот мир Божий, который превыше всякого ума, сохраняет вас во Христе Иисусе. Это тонкие переживания, но это очень сильные, и в ваших устах есть власть. Вот это и есть тот самый момент, о котором опять пастор Леонид говорил о том, что нам нужно наполняться, вот нашу внутренность нашего тела, нашей души, которая сравнивается в Писании с домом, да, то есть если изгнать какую-то грязь, но не наполнить чистотой, присутствием Святого Духа, тогда мы действительно будем с необновлённым умом думать, как и раньше, может быть согрешим, как и раньше, и действительно может быть хуже. Поэтому просто ходите в любви, познавайте любовь. На самом деле вся сложность темно в том, что мы даже порой не представляем, насколько хорошо жить с Богом. Мы выросли в клетушках своих, в маленьких таких путях эмоций, мы не знаем, насколько сильно вообще можно радоваться, что значит жить в вере, насколько эта жизнь полна ликования, насколько эта жизнь богатая, сколько у вас появляется друзей и так далее. Жизнь действительно преобразовывается, вы становитесь открытым человеком, гибким и, с другой стороны, твёрдым в самых главных принципах. Поэтому эта жизнь полная волнующих событий, приятных событий, потому что плохие события, вирус, нами со всеми происходит много раз. Ну да, и самое здоровое, самое приятное, что то, о чём Виктория сегодня говорит, это доступно каждому и очень просто написано, что Господь даёт всем просто, кто просит у него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!